Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как же мы задаем вопрос «А где часы?» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вопрос «Где же находится то или иное здание, то, что не движется, а имеет постоянное мисположение?» То в таком случае к вопросу «ОДИ» окончание «Э» не добавляется. Например, как же мы задаем вопрос «Где находится почта?» То есть в первом случае дословный перевод получается так. «Где лежит книга?» «Где находится книга?» Во втором случае слово «находится», «опускается» и просто даем «Где почта?» Как же задаем вопрос «Где больница?» «Бемони» «Бемони» «Бемони 어디입니까?» «Бемони 어디입니까?» «Чеги 어디 있습니까?» Если книга находится в комнате, то как же мы ответим? «Чег은 комната» «БАМ» И добавляем окончание «Э» «БАНЕ» «ИССМИДА» «Чег은 방에 있습니다» Заметили ли вы, что здесь после слова «книга» использовалось окончание «И», а здесь «ЫН» Можете ли вы мне ответить почему? Потому что в первом вопросе «Чеги 어디 있습니까?» «Нас больше всего интересует сама книга» «Вот книга где?» «Где книга?» Во втором случае уже более важная тема от книги переходит к слову «БАН» То есть содержание больше акцентируется на определение, а не на субъект Поэтому используем здесь окончание «Чег은» «Чег은 방에 있습니다» Если я спрошу «Чеги 방에 있습니까?» «Книга находится в комнате» То на что я обращаю больше внимания? «Чеги 방에 있습니다» Здесь я больше делаю акцент на слово «книга» «Книга» «Книга в комнате» «Если да, книга в комнате» «Книга» 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 То есть да, есть отличия, но здесь настолько минимальное отличие, что вы можете употребить как слово окончание и, так и 은. Все равно никто не сделает вам замечание или скажет, что вы ошиблись. То есть, ну, это зависит больше от говорящего, больше от меня, на что я хочу больше подчеркнуть, на что я хочу больше обратить внимание собеседника. Чеки в комнате нет книги, то мы говорим, ну, нет книги. Чеки где есть? Если я хочу ответить книгу здесь. Здесь, помните, мы с вами прошли три окончательных, три слова и, кы, 저. Понятно, что в таком случае здесь используем слово и. Но при вопросе где, оно немножко видоизменяется. И говорим, 여기에 있습니다. 책은 여기에 있습니다. книга находится здесь. А если книга находится вон там, то есть я еще могу пальцы показать где эта книга лежит, то 책은 저기е 있습니다. 책은 저기е 있습니다. А если меня спрашивают, где книга? Если книга находится в далеке от меня, но рядом вот с ним, то я ему скажу, 책은 거기е 있습니다. 책은 거기е 있습니다. или 책은 여기에 없습니다. книги нет здесь. Или если книги нет там, где могу показать еще пальцем? 책은 저기е 없습니다. Или я могу задеть вопрос. книга находится здесь? 책은 여기에 있습니다? Или книга находится там? 책은 저기е 있습니다. книга находится там? 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 Заметили, что пропущено окончание Если банится там, то И еще третий вариант возможен Мы можем сказать слово Если больница находится вдалеке от меня, но рядом с собеседником Или же мы с собеседником уже упомянули о том месте Я ему говорю, да, больница вон там, как раз вот там, о чем мы с тобой говорили Вместо Мы опускаем окончание И говорим Помимо слов здесь, там или в комнате, в классе Есть еще наверху, снизу, справа, слева На доске я написала пока существительное обозначающее местоположение Первое Ви обозначает верх А если мы скажем, там, книга находится наверху То мы говорим Ви 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 Книга находится на столе Ви 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 То есть книга находится под столом, мы скажем А если мы скажем, что книга находится под кроватью, мы скажем А я могу еще сказать, что это будет значить? То есть если есть кровать, вот эта подушка В данном случае мы говорим Это вот она книга Это нижняя часть кровати Это же слово Перед, впереди Перенос слова под тим, звука под тим и читаем Аппе Антоним Гью 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 Сзади Гаунде Это середина В середине Гаундее Гаундее Гаунде Рядом Сбогу Ep Зацправа Добавляем кончание. Антоним слева. Внутри. Или второй вариант. С окончанием. В учебниках вне подробного объяснения отличия между ан и со. Есть отличия между ними. Слово ан означает внутри, в смысле, когда мы с наружной части идем во внутреннюю часть. То есть, например, Книга находится внутри, то есть в комнате. В таком случае, если приведем, например, комнату, то Комната это пространство, куда мы должны войти с наружной части через дверь вовнутрь. Поэтому в таком случае мы употребляем слово ан. А слово суге мы употребляем как в значении эпицентр чего-либо. То есть оно больше как в середине, во внутренней части, вокруг какого-то равномерного пространства. То есть, например, в воде мы говорим Мульсуге. 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 Я могу спросить Эмма, 돈и 어디 있습니까? Мама, где деньги? Мама, где деньги? Мама может ответить Габан 안에 있어. Габан 안에 있다. В таком случае имеется ввиду, что я должна открыть сумку и где-то вот в сумке поискать. То есть, через наружный вход мы идем во внутрь сумку. Я не могу найти деньги внутри сумки. Могу спросить Эмма, 가방 안에 어디 있습니까? Мама скажет Габан 속에 Соке 있다. В таком случае подразумевается, что где-то глубоко внутри сумки. То есть, я должна войти в какое-то вот это глубокое пространство внутри сумки. Габан 속 Габан 안 И еще один пример. Внутренняя часть, внутренности, внутренние органы человека мы говорим как Бом сок Бом сок В таком случае мы употребляем слово сок Потому что сок внутри, то есть внутри, вокруг равномерного какого-то там пространства. Габан 속е, кабан 안에. Бом соке Маум соке Внутри, в моей душе, да? Маум соке Не знаю, понятно не вам объяснила. Да, и антоним Баб Кот Бакке Коте Опять же, чем же отличается слово Баб и Кот? Бакке это с наружной части, снаружи Кот Кот Это более наружная поверхность Наружная поверхность То есть вот она кожа, это у нас Кот А вот улица уже будет Баб Бакке Коте Корочка книги это будет у нас Чек Гот А снаружи комнаты это 거의 Анн呀н Субтитры сделал DimaTorzok